Прогулки в парках со своими питомцами стали привычным делом для доброй половины одесситов. Ответственный уход предполагает не только выгул, но и уборку. Однако владельцы собак относятся к этому скептически. Чтобы помочь одесситам привить такую привычку, были установлены стойки, где есть все необходимое для уборки. Чтобы поддерживать окружающую среду в чистоте, много не нужно. Всего лишь обзавестись пакетом. В последнее время культура выгула собак у наших сограждан значительно улучшилась. Точнее, для этого есть минимальные условия. Инициаторами установки стоек с так называемыми собакопакетами стала организация Одесса под контролем. На территории парка Шевченко в течение недели появится 100 эко-урн. Это будут экологические пакеты, то есть все в порядке. Даже, как часто, знаете, я слышал, что нельзя же заворачивать пакеты, потому что они долго разлагаются, и мы больше наносим вреда, когда убираем за собаками. Мы исключили эту возможность. Теперь у людей, которые не убирали, не будет причины сказать, я не убрал, потому что мой пакет не разлагается. Эти пакеты разлагаются, поэтому, друзья, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Единственное, хочу попросить, чтобы, конечно, эти урны постарались сохранить. Они, в общем-то, такие... Надо бережно к ним относиться для того, чтобы они помогали нам делать, в общем-то, парки и город чище. Сотрудников Горзелендреста обеспечат годовым запасом пакетов. Подобные стенды обещают установить в парках по всему городу, а количество стоек будет соизмеряться с территории парка. Руководители проекта рассказывают, в планах пополнять запас экологической тары не только в новоустановленных контейнерах, но и в тех, что появились ранее. Дополнительно к тому, что уже установят нам подрядчики сегодня, мы заказали специальные наклейки, где будет логотип Горзелендреста и номер телефона ответственного лица. По данной программе реализации общественного бюджета установка началась вчера. За вчерашний день установлено 20 штук. И эта работа будет проходить еще неделю плюс-минус полторы. Первое время, первые 3-4 месяца эти пакеты уходят в сумасшедшем количестве. То есть потом со временем люди, когда начинают привыкать, понимать, что это такое, а остаются те, кто ответственно относится к этому и, соответственно, уже расход идет меньше. Впрочем, растет культура выгула собак далеко не у всех наших земляков. Пользоваться пакетами некоторые хозяева домашних животных так и не научились. Попытки сделать замечания и попросить убрать за другом своим меньшим часто обращаются агрессией со стороны хозяев собак. Однако тех, кто соблюдают порядок, становится в разы больше. Ну, в основном народ приличный. Нет, в основном я смотрю, даже люди выходят с целлофановым пакетиком, все, выходят, убирают. Вы знаете, я думаю, что настоящие одесситы убирают за своими собачками. Извините, как бы за такое вот. А вот как-то приезжие, приезжающие сюда со своими собачками, не всегда это делают. Это Джей. В свои два с половиной месяца он уже научился радостно встречать прохожих, жевать все, что попадается на глаза и, конечно же, отзываться на свое имя. Хозяйка щенка рассказывает, что уборка стала неотъемлемой частью прогулки и не понимает тех, кто этим пренебрегает. Правила содержания домашних животных регулируются в Украине законом о благоустройстве населенных пунктов. Согласно ему, местные советы могут устанавливать собственные условия и ограничения. Чаще всего в городах запрещен выгул собак без поводка и намотника. Гораздо труднее внедряются нормы по уборке за своими четвероногими любимцами. А ведь в этом нет ничего сложного. Зачем гадить там, где ты живешь? Если бы каждый не убирал, то, наверное, здесь бы и неприятно было ходить. Никто бы и не мог ходить. Да, поэтому, если висят пакеты, они уже висят даже бесплатно. Не надо за них платить. Поэтому мне это несложно взять и убрать за своей собакой. Хозяин несет полную ответственность за любые действия своего питомца. Из-за поддержания чистоты в месте, где гуляет собака, тоже. Уборка за своим питомцем в первую очередь – это забота не только о себе, но и об окружающих.